Всем привет! Сегодня видео будет об одной прикольной штуке, которая очень мне напомнила фокус. Про конфи вы скорее всего уже слышали, это нодовый интерфейс. Я вокруг него очень долго топтался и косился на него с подозрением. Но, как говорится, прогресс не стоит на месте и если немного в нем разобраться, то кажется все не так страшно. Так вот, для людей, которые боятся нодов и чтобы облегчить им переход на конфи, придумали такую штуку, которая называется Flow. Это такой пользовательский утил, который превращает конфи в удобный интерфейс, очень похожий на автоматик или форж. У него очень приятная темно-фиолетовая цветовая гамма и очень много предустановленных workflow, которые можно настроить под себя, отфильтровать или добавить в избранное. А еще есть в нем встроенные туториалы, как с ним работать. Их также можно найти на официальном канале или в самом интерфейсе. Для начала покажу, как он устанавливается. Я установил его на двух версиях конфи. На сборке изи от автора ютуб канала Pixeroma. И на последней декстопной версии, которая появилась в открытом доступе не так давно. И та, и другая устанавливается довольно быстро, без танцев с бобном и все, что нужно, в них уже установлено. Однако из декстопной версии возникли проблемы. После последнего обновления она то видит модели, то не видит модели, поэтому пришлось от нее пока отказаться и устанавливать будем только на версии изи. Скачиваем архив с программы из гитхаба, ссылки я оставлю на него на бусте под этим видео вместе со всеми инструкциями. Распаковываем архив в любое удобное место на вашем жестком диске, без кириллицы в пути и запускаем изи инсталл бат. И ждем, когда закончится установка. После того, как установка закончилась, у вас должна появиться папка comfy windows portable. Это папка с самим comfy. Еще будет файлик со стилями, помимо установочного файла, но он пока нам не нужен. И экстра модел патчмейкер. Этот батник нужен, если у вас уже был установлен comfy и в него были загружены модели, или установлены с помощью символических ссылок. Мы просто копируем этот файлик в папку models нашего основного comfy, где модели уже установлены. И запускаем его. При этом создается файл ямл, который мы сохраняем в папку нового comfy, то есть в папку easy comfy. И теперь запускаем файл run.video.gpu. Переходим в интерфейс и проверяем, на месте ли все наши модели. Если модель на месте, то переходим к установке самого flow. Переходим на страницу в гитхабе, копируем вот эту ссылку. И затем переходим в папку comfy, находим папку custom note, запускаем из папки терминал. И вставляем ссылку. Жмем enter. Вот и все, flow установлен. Перезапускаем comfy и у нас появляется вот такая синяя кнопочка flow. Жмем на нее и запускается новый обновленный интерфейс flow с уже установленными рабочими процессами. И давайте посмотрим, что здесь интересного есть. В начале у нас workflow с базовыми генерациями на моделях Excel. Дальше у нас генерации на FluxDev. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если вы уже генерировали на автоматике или форже, то интерфейс вам покажется очень знакомым. И вы очень быстро в нем разберетесь. Чтобы вернуться в меню, нужно просто нажать на кнопку flow. Дальше идет несколько workflow для inpainta. Есть какие-то рисовалки для Excel и для Flux. Но думаю, что это типа скетча, как в автоматике или в форже. Дальше идет у нас удаление фона, который, кстати, очень работает неплохо. Я уже его попробовал. Есть workflow для Goofa и Schnella. Также есть workflow для animate.div. Несколько workflow для видео. Для них нужно устанавливать дополнительные ноды и модели. Поэтому сегодня я их показывать не буду, как это делается. Возможно, сделаю это в следующий раз. А сегодня я покажу очень прикольную штуку, которая называется Redux. Помните, в прошлом видео я показывал, как можно реанимировать и улучшать картинки, которые были сделаны на моделях 1.5. Также на других нерестях, таких как Шедевру, Нали, ну и просто картинки с интернета. Так вот, с помощью Redux можно не только улучшать картинку, но и сделать из нее несколько разных вариантов. При этом сделать это можно без промпта и не меняя концепции самой картинки. Это будет особенно полезно, когда сгенерированная картинка, например, вам нравится, но какая-то мелочь все портит. Вот с помощью Redux можно ее перегенерировать и сделать новые варианты этой же самой картинки, только уже в улучшенном виде. Здесь я сделал 4 варианта, чтобы из всех потом выбрать самые удачные. При первом запуске у вас, скорее всего, поле модели будет гореть красным цветом. Поэтому нужно будет на него нажать и из списка выбрать подходящую модель. То же самое нужно будет проделать и с VIA, и с энкодерами, и со всем остальным. Для этого воркфлова, помимо моделей энкодеров VIA и клипа, которые уже есть, вам понадобится ClipVision, который нужно скачать и поместить в папку Models ClipVision, и модель Redux, которую нужно будет поместить в папку Styles Models. Скачать их можно вот с этого сайта ConfiUI Wiki Manual, ссылку на него я оставлю в описании. В Redux с двумя картинками он просто перемешает их стилей, аналогично IP-адаптеру в автоматике или в позже. Давайте посмотрим, как он это сделает. Для этого я добавлю абсолютно две разные по стилистике картинки. И вот, получилось так, что Redux взял основную концепцию с верхней картинки и добавил к ней девушку с нижней. Давайте попробуем поменять их местами. В итоге ничего особо не изменилось, из чего можно сделать вывод, что расположение картинок на результат никак не влияет. А Workflow Redux с тремя картинками перемешает все три картинки. Давайте попробуем смешать три картинки из поста, где я выкладывал стили для флакса со стилизованным текстом под разные кухни мира. Стили эти можно найти у меня на Boosty, я выкладывал их 31 декабря. Ссылку на Boosty я оставлю в описании. Смотрим, что у нас получилось. И получилось очень даже забавно. А главное, сохранился текст. И если вы захотите стилизовать какой-нибудь свой текст или логотип, то Redux вам точно пригодится. Я попробовал добавить логотипы Чеширского кота, который я делал в разное время для своей группы ВКонтакте. Давайте посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, получилось очень даже прикольно. Особенно третий и четвертый вариант. А здесь я объединил логотип из Сбербанка, Валберис и Пятерочки. И получилась такая своеобразная Сбертерочка или Сбервай. А сейчас давайте вернемся обратно в каталог Warflow и посмотрим, что есть еще интересного. Среди Warflow есть и последняя модель для создания видео. Хуньян или Хуньюань. Кому как нравится. Скорее всего вы о ней уже слышали, потому что где-то примерно неделю-две назад она была во всех новостях. Здесь также есть Pullit или PullID, модель для замены лиц. Есть Omnigen, это тоже прикольная штука. С помощью нее можно редактировать фотки, менять одежду, объединять людей с разных фоток в одну. О ней я тоже обязательно как-нибудь расскажу в другом видео. Либо напишу пост на Boosty, так что подписывайтесь, следите за новостями. А для тех, кто еще не знаком с флюксом, у меня есть большая статья про то, как его устанавливать, где скачивать для него все вай-энкодеры и клипы, о том, как работают разные модели и многое-многое другое. На Boosty вас ждет очень много разных лайфхаков, гайдов и туториалов про Stable Diffusion и про Flux. Весь материал на моем Boosty полностью эксклюзивный, потому что все уроки и статьи пишу только я сам. А сегодня на этом у меня все. Про другие Workflow я расскажу уже в другой раз. Если по какой-то причине вам все-таки не удалось установить Flow на Confie Easy или не получилось скачать или установить модели, то для вас я специально сделал мини-сборку с Flow и со всеми моделями, включая Flux. Вам останется только распаковать ее и запустить Run NVIDIA GPO. И все тогда должно получиться. Пишите свои вопросы и пожелания в комментариях. Всех поздравляю с прошедшими праздниками, а также с предстоящим старым Новым годом, кто его отмечает. И всем всего наилучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok